И так ребята, только что увидели очень классную крутую сменку с картой, поэтому прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите свое мнение в комментарии о данной сменке. Набираем 50 лайков и выходит новая крутая, также сложная сменка с картами. Итак ребята, это наверное одна из 7 реально сложных, жестких сменок с картами, поэтому прямо сейчас поставьте лайк и если вы хотите видеть больше сложных, реально сложных, крутых сменок с картами, давайте набираем 50 лайков и следующее видео, ну как только наберется 50 лайков, будет очень сложная, еще одна классная сменка с картами. Все зависит только от вас и не забываем писать комментарии, потому что прикольные комментарии подают ко мне видео. Кстати, вот прикольный комментарий с прошлого видео, вот он очень классный, прикольный комментарий, большое тебе спасибо за комментарий. Итак ребята, для этой сменочки вам нужна колода карт и немножечко времени, смотрите, но сменка реально классная. Мы берем колоду, давайте достанем две контрастные карты, десяточка и допустим король, есть. Что мы делаем? Мы берем, к примеру, короля и кладем вот так вот на низ колоды и лицом вверх. Берем десяточку и кладем наверх колоды. Подходим к зрителю, показываем, что у меня есть десяточка, засовываем куда-нибудь в центр и что мы делаем? Сейчас мы мизинчиком отсчитываем нашу нижнюю карту, то есть короля. И когда мы сейчас будем делать веер, прежде чем мы сделаем веер, мы этого короля вот так вот немножечко спустим вниз, буквально на букву. То есть как бы можно чуть-чуть меньше, то есть как бы вот так вот на полубукву, можно на букву, если вы сомневаетесь, можете спустить, чтобы было еще видно чуть-чуть значение. Я же вам все-таки советую спустить буквально только до буквы. Есть, вы спустили и после этого в моменте вы делаете веер, то есть еще раз, вот у вас все нормально, вы здесь мизинчиком отсчитали, немножечко спустили, да, и сделали веер. Еще раз давайте. Наша колода, мы мизинчиком отсчитали нижнюю карту, спустили ее чуть вниз, да, то есть вот она у нас спущена здесь буквально на букву, и делаем веер. Первый этап. Карта и тут карта, которая будет меняться на, то есть это карта, которая будет меняться на эту карту. Что мы делаем? Сейчас наша задача вот эту вот карту вот так вот аккуратненько ее подровнять и зарядить наши пальчики уже под вот такое вот проявление этой нижней карты. Потому что когда мы сейчас вытащим эту карту, то есть вот она у нас здесь, мы ее вытаскиваем. Сейчас мы вот эту карту будем подносить полностью вот так вот под наш веер, а вот эту карту мы будем вот так вот только резко выдвигать. И тогда, если будет очень смедленно делать, будет создаваться иллюзия того, что у вас меняется карта. То есть показываю вот так вот. Это будет непросто. То есть мы взяли бум-бум. Но поверьте, ребят, это не так просто, как кажется. Развозьмем, к примеру, вот эти две карты. Эту карту мы переворачиваем и кладем на низ колоды. Эту карту наверх. После чего ее переворачиваем, кладем вот так вот в центр перевернутый. Далее мизинчиком отсчитываем нижнюю карту, немножечко ее сдвигаем вниз. То есть вот буквально на циферку. И сразу же делаем веер. То есть для начала можете делать маленький веер. Далее эту карту вы вот так вот... То есть она вот изначально будет вот так вот лежать. Вы потом вот так вот аккуратненько должны выровнять. И после чего вы делаете вот такую вот сменку. Вот так вот выровнять к этой карте. И после чего ваши пальчики подзарядить под проявление вот такое вот. То есть вот у вас сейчас веер. И вы вот так вот только резко проявляете эту карту. И на скорости это выглядит примерно так. То есть взяли бум-бум. И обратно положили. И делаем саму сменку. Здесь мы эту карту вот так вот вытягиваем. А эту карту мы прячем. И далее мы наоборот эту карту задвигаем, а эту достаем. Ну выглядит реально очень это круто. И сейчас у нас происходит такой момент. Просто вот эту сюда, эту сюда. И вот так вот сидим и тренируемся. Продолжение следует...